привет друзья меня зовут назар давыдов человек которого нужен особенно в турции и особенно когда нужно узнать как же живется красивым девушкам здесь турция нашим красивым девушкам туши когда расскажи просто как ты вообще пришла скажем так в этот бизнес первое лето когда приехала вся дохлая с кашлями конечно меня было очень легко облако знаменитая фраза нифига не знала но ты знала сколько примерно денег у тебя входит в месяц то все настолько индивидуально здесь даже с русскими не всегда ты можешь так классно и самый главный отличие между нашими парнями турецких что-то как-то слишком просто где подвох наши гости катерина из москвы давай сразу перейдем к делу я тебя приветствую во как-то все хорошо чуть я тебя приветствую назар всех приветствую отлично я себя чувствую хорошо спасибо большое окей расскажи пожалуйста себе родилась и выросла в городе москве уже два года живу в турции осваиваю так сказать турецкие просторы и турецкий менталитет как-то оказалось турция на самом деле очень интересная история потому что я вообще не планировал сюда переезжать и вообще когда говорили про турцию это наверное была одна из самых так сказать последних стран которых я планировал оказаться на пмж скажу сразу честно что у мама была квартира куплена здесь кстати говоря хочу сказать спасибо назару который в этом посодействовал очень хороший специалист обращать два года назад каким-то там летом решила я поправить свое здоровье и отдохнуть и в то же в то же время я уволилась с работы в москве закончила свое обучение как раз я занимался странно-жазовым бокалом расскажи где ты училась не расскажу я параллельно в институте культуры и так называемый странно джазовой школе имени дунаевского я работала в коллективах я работал в хоре сейчас барабан и тройка католическом аллилуйя все дела у меня были ученики еще параллельно вот то есть я работал на трех работах когда я приехала сюда и вдохнула морской воздух и расслабленность турецкой жизни здесь совершенно другой темп жизни как я думаю что наверное это мое предположение но склонна верить во всех туристических и южных городах все немного расслабоне даже самые занятые люди которых я здесь видела бизнесмены да с большими компаниями не все равно немножко дела собственно здесь я занимаюсь также вокал но здесь я уже это реализовала как свою профессиональную деятельность отказавшись от всех дополнительных работ потому что в москве мне приходилось сидеть одной пятой точкой на многих стульях различных вот здесь я решила сесть на один и конкретно заняться только преподаванием и выступлениями этим ты принципе зарабатывать здесь на жизнь принципе это мой основной доход 1 это поступление 2 это преподавание я могу отнести к дополнительному преподаванию наверно побольше счастья потому что основной доход все таки это вот выступательная дети слушай когда расскажи пожалуйста как ты вообще пришла скажем так в этот бизнес вот как ты вообще стал работать и преподавание в музицировании здесь турцию я вот называется знаете такому принципу руководствуясь вообще по жизни что если ты очень сильно хочешь что-то делать то просто делай хоть что-нибудь начни с чего-нибудь просто не сиди на одном месте как бы не жалея себя и не ищи отговорок а просто ну начни что-то делать первое лето когда приехала вся дохлая с кашлями с бронхитами всем прочим здесь стало лучше здесь не стало лучше меня кашель прошел через две недели вообще весь через два месяца у меня уже прошло вообще все и через еще год у меня полностью восстановилась иммунная система здоровья и собственно это один из самых больших подарков мне здесь в турции за что безумно благодарна климату и вообще вот так всему этой фрукты и овощи и это доступная здоровая пища которая в москве недоступна вы уж меня извините только если не олигарх миле у тебя нет своей но не знаю там помидорные какой-нибудь грядки это каким воздухом будут питаться те овощи но все понимают прошло все лето по осени я уже пошла в первый же ресторан и просто сказала вот я здравствуйте меня зовут катрин в турецком простонародье я катрин вот и говорю я пою у меня есть джазовый репертуар есть русскоязычные есть украинские есть какой хотите есть вот пожалуйста мне сказали приходи то есть все вот как-то вот так получилось первое же место куда я пришла спросила что-то как-то слишком просто где подвох возок заключался в том что там платили не очень очень много это сколько вы не очень много это скажем так два раза меньше чем нормальная цена так сказать минимальная нормального музыканта в месяц то есть там поменьше или за один за выход ну хотя бы посреди вы подскажи вот наверно ку сумму ориентируйся сколько примерно вот денег может так заработать даже если в два раза меньше ну примерно я хочу что ни один уважающий себя музыка меньше чем за от двух столе не должен выходить наши деньги ну где две тысячи рублей и те платили меньше горами платили меньше да но я нифига не знал расскажу очень легко конечно меня было очень легко облапошь понятное дело это я даже не буду ничуть врать вот я ничего не знала я не знал ценовой политики я не знала как встроен этот бизнес как он вообще идет но ты знала сколько примерно денег у тебя ходит в месяц вот скажи нам пожалуйста на ту новинскую уходил в месяц наверное а почему еще согласилась у меня были еще тогда ученики я с ними продолжал уроки онлайн то есть те которые у меня в москве остались и первый год мы с ними активно тоже занимались и мне в принципе хватало ориентир такой на жизнь ты знаешь вот хочешь верь хочешь нет я укладывалась на наши деньги если в русские рублей переводить на где-то 20 тысяч рублей укладывать это был такой мы верю это был мой прожиточный минимум два года назад два года назад на эти деньги можно было хорошо нормально прожить вес если вот не какие-то там прям сейчас я думаю что нужно тратила на квартиру я хочу сказать просто что за эти два года все-таки ценовая политика поменялась и сейчас на прожиточный минимум нужно как минимум тридцать тысяч рублей хорошо будет 40 ну то есть если вот ну объективно смотреть на все очень сильно подорожали овощи и фрукты за последние годы ну понятно дело что если мы сравниваем например я то вообще с московскими до ценами все равно идет дешево но если знать как это было да это конечно огромные как-то инфляция постоянно идет инфляция до просаживается лира катюш по пуду языка у меня вот очень интересный вопрос как ты его учила насколько он был сложен для тебя сначала сейчас расскажу очень cool story просто до того как я сюда переезжал и очень хотела выучить английский не турецкий английский но я его ну мягко говоря не знала и что-то там со школы оставалось в подкорках моего подсознания какой-то минимальный словарный запас типа как бы майным и скетрины и все такое вот в этом духе до остальное остальные детали я могла вот только вот по названием тыкать и называть какое-то слово это если его вспомню здесь я выучила английский наверно за полгода английский потому что без исходника мне приходилось хоть на каком-то языке договариваться разговаривать вообще хоть как-то общаться английский знаю очень многие в анталии анталийский регионах вот очень многие знают английский я бы сказала даже подавляюще наверное большинство особенно те кто работ в моей сфере как ты назвал шоу-бизнес красиво шоу-бизнес те кто работают шоу-бизнесе дорогие друзья они должны знать английский априори почему потому что очень много туристов и опять же репертуар который не моешь ты не стоишь его только на турецком или только на русском или только на каком-то там своем из ген иранскому что много музыкантов иранский здесь значит само как-то произошло я даже не поняла как и когда мне через два года начали говорить турки на самом турецком ты особо не не общаешься и проблем с этим этого если знаешь турецкого здесь есть проблемы с этим у меня я объясню какая во первых структуры языка другая это не английский не русский это другая структура языка он не сложный этот язык не сложный серьезно это лего конструктор я его называю то есть насаживаешь просто одну деталь на другую получается турецкое предложение все отлично но поскольку во первых я общаюсь с одними на русском с другими на английском наверное мне не хватает немножко топлива для того чтобы побыстрее до его выучить я начинал учить турецкий ходила один месяц на курсы и базу в принципе какую-то знаю грамматическую и какой-то проценты этого языка я все-таки понимаю я могу например магазин сходить объясниться инди рим попросить и выбить даже могу им берем вообще без проблем это скидка очень важное слово в турции вот я могу все это сделать но для того чтобы поддержать разговор на хорошем уровне я пока не могу это сделать и тут я хочу пожаловаться что это на самом деле очень тяжело морально и психологически когда ты оказываешься среди просто вот все вокруг тебя твой коллектив турецкий на ты не можешь включиться в разговор то есть и ты получаешься немножко как аутсайдер себя чувствуешь потому что ты не можешь полноценно этим языком нам используются вот расскажу пожалуйста про взаимоотношения на работе очень интересно у меня сейчас турецкий коллектив которым я работаю бэнд живой бэнд в нем не знаю 5-6 вот все те турки я русская очень интересно очень интересно да как я могу сказать вот плюсы и минусы просто давай отлично да плюсы я замечаю такую вообще национальную черту что люди здесь все-таки они дружелюбны то есть в них есть какая-то вот теплота душевная да и я не знаю я не встречаю например как в москве то что я чувствовала такая у артистов у всех корона и конкуренция конкуренции все все другу как будто пытаются не за как будто на каком-то постоянном соревновании да со всеми здесь такого нет то есть со всеми легко просто общаешься какие сложности для меня вот это вот как раз самое наверное большое это не знание языка потому что мне это очень сложно то есть я стою я например могу не понимать что на и репетиции до происходит а мне нужно это понимать у тебя был бойфренд а там тоже турги так прямо вот скажи пожалуйста что ты можешь сказать про турецких мужчин о господи что я могу сказать про турецких мужчин вообще в целом как менталитет это очень отзывчивый народ и во многом готовы тебе помочь намного реально намного более чем русские то есть реально я неоднократно обращалась за помощью к туркам и мне всегда помогали это большой для меня показатель например особенно как для жителей мегаполиса в котором ну как бы это не очень принято если честно то есть и нужно понимать что если вы вступаете в отношении или хотите сильная за таких девушек целую кучу очень она очень очень в отношении с именно стук почему я спрашиваю всегда я сразу задаю вопрос почему ты это хочешь я понимаю что половина где-то половина это как раз таки вот эти вот домыслы это розовые очки которые надеты и непонимание совершенно не менталитета не культуры не того как ну просто элементарно обстоят дела на самом деле вот катюш я не хочу сказать что кто-то плохой ни в коем не говорит что ты говоришь своим подружкам подружкам что подружки прежде чем принимать решение на тему там я например сам мужество там не задеть и что-то там до взять кредит вообще ли еще что нужно очень очень хорошо и грамотно изучить во первых с чем ты сталкиваешься и изучить это вот без вот этого вот без розовых очков их снять просто отложите и голову включите подумать хорошо есть плюсы вот такие есть минусы вот такие я согласна на вот эти минусы я согласна с этим жить и быть при этом счастливым человеком не изменяя своим ценностям не изменяя себе ну и в конце концов не изменяя вот то есть просто нужно себе честно ответить на этот вопрос я знаю очень многих девушек они счастливы в браке они живут с турбами у них 7 и все прекрасно я знаю много таких случаев но я также знаю много очень случаев когда наслушавшись лапши я ее называю турецкая лапша наслушавшись лапши девушки идут все у них ничего перед глазами нет они действительно любят ушами не знаю как-то так природы что устроено но какие самые главные отличия между нашими парнями турецкими а дар красноречия которого наши мужчины не знаю к сожалению к счастью лишены просто его но некрасиво говорят или врут они красиво и говорят и знаешь два в одном то есть и в этом моменте нужно понимать что за человек перед тобой и это можно понять не по словам а только по действиям по посудке это первое это 1 до красноречия красноречия это конечно же момент ревности просто это генетическая вас серьезно не нужно тут никого осуждать у меня честно я поделюсь у меня было сначала предвзято к этому отношению потому что для меня вообще не очень понятно как можно чью-то свободу человеческую как бы в какие-то такие вот рамки это у туда вот посадить как кролика вы все я и я не понимал это сейчас я понимаю что это просто какие-то там далекие-далекие времена крали жён куда-то их увозили то есть была какая-то вообще жесть и вот видать вот этот вот какой-то даже страх генетично генетическим уровнем впитался настолько что вот это вот все это мое то моя добыча как бы на 10 метров не подходи это хорошо как в том случае вот уже свободу любимый человек ты все это как знал многие говорят о турецкой ревности как ты вляпалась в это что потом с этим столкнулась ты знаешь я человек наверное достаточно наивный потому что я привыкла ну вообще руководствовалась раньше таким принципом видеть только хорошие люди то есть и наверное я настолько мне хочется всегда вот в первую очередь видеть это хорошее что я стараюсь на положительные качества делать акцент и обращать на них внимание до больше чем на какой-то там негатив так далее вот я могу сказать что для меня это сложно да третий пункт на отличие мужских качества турков и наших я думаю что здесь наверное семейственность и вообще традиции культуры они более крепки то есть здесь именно я не говорю о уже я не говорю о честности там всякой там фигне которая уже дальше да там идет за всем этим я именно говорю о том что здесь такой семейный уклад что если есть большая семья никто никого не бросает и это нормально то есть например что бабушки дедушки племянники внуки все все как-то рядом находятся там или ну на соседней земле живут и я на самом деле респекту очень сильно этому честно и я знаю что точно такая же штука в армянских например диаспорах вообще в восточных странах я такой штуки не замечала в россии сожалению и мне очень грустно от этого потому что ну например я не знаю очень многих своих родственников даже по именам просто это показатель и я знаю точно так же что мои друзья они не знают здесь такое такое не принято но нужно понимать опять же да как я говорю надо взвешивать как это для тебя в твоем случае это как это плюс или минус если например ты выходишь замуж ты выходишь замуж за всю семью знаменитая фраза так ли это правда то есть и тогда нужно прикидывать как бы опять же наверное да и логично что такие решения не нужно принимать быстро вот именно по этим причинам которые описал что нужно просто смотреть готова ли ты что тех больше всего кстати удивила в турции когда-то приехала ну и общежды сегодняшний момент что больше его удивляет сильно удивляет опять же не хочу тут какое-то плохое ничего сказать мне правда это удивляет но серьезно очень сильно какое-то вот ну как сказать зашоренные отношения под отношения потому что есть другие культуры другой быт другие другая ментальность другая национальность то есть здесь у меня такое чувство что люди экзальтированы они живут только в своем пространстве то есть вот если нас так воспитали если мы так живем если у нас так принято значит другого места в этом мире нет у меня такое ощущение час то есть и для меня это это не вызывает осуждение вызывает удивление у меня сажнут тогда раз мы так подошли лиха к финалу скажи что-нибудь моим зрителям которые задумываются переезде просто путешествий просто смотрят конце концов мой канал вот чтобы ты рассказала я бы им сказала что прежде чем поедете в турцию изучите культуру хотя бы немножко а если есть возможности если вы планируете реальный переезд вот прям вообще масштабный переезд я рекомендую правда начать учить язык хотя бы на базовом уровне это очень сильно облегчит вам жизнь и это поможет избежать массу массу всяких казусных ситуаций которые могут возникнуть даже при походе на рынок элементарно то есть знание силы и знание языка здесь это очень большое преимущество ну чтобы обращаться я еще хотела скажи немного пропиарить давай если вам нужны лайв бэнд аланья анталия пожалуйста обращайтесь ко мне также если вам нужны уроки вокала и странно джазового и также у меня есть прекрасная просто пианистка с которой мы тоже сделали дуэт если кому-то нужно в лобби музыка или какая-то слово ли мюзик что-то такое медленно и красиво прощайте так что весь вам свой так сказать рассказал каталог после подписываюсь под словами катя профессионально сама работает профессионально работает бэнд я думаю что если вы обратитесь кати вы не пожалеете спасибо большое катюш спасибо за за талант спасибо нашла время вот и что мне еще добавить всех вас люблю спасибо большое друзья что смотрите мой канал дин дон дыма саляма и доги любили ну наконец просто чао всем всего хорошего